привет друзья меня зовут лошкарев андрей у нас вечер 2000 26 августа вечер солнце уже садится рабочее время уже закончилось хотя светло и мне кажется преступно летом когда длинные светлые дни световой день длинные бросать работу хотя может быть строители зная что я сюда приеду я заранее позвонил зная что я их будут тормозить на время съемок чтобы здесь никто не гудел не шумел они мешали мне снимать остановят работу и возможно по этой причине они пораньше сегодня закончили сегодня друзья у нас продолжение вторая серия про дом и сип панелей без осп с использованием плитного материала green board сегодня у нас как я вам сказал 26 августа вечер с прошлого сюжета у нас прошлой серии прошло пять дней сегодня я хочу вам ответить на вопросы под первым сюжетом про огне пожароопасность такой конструкции когда у нас нету спа есть green board то есть мы поговорим про это был вопрос про пенополистирол почему он должен быть гостовский почему он должен быть не менее чем ппс-15 что это достаточно твердый пенополистирол и достаточно дорогой может быть можно использовать более дешевый про гвозди и шурупы задали вопрос что полы били гвоздями стены на шурупы почему шурупы почему гвозди прошло с прошлой серии пять дней и за пять дней монтажники собрали полностью стены первого этажа и перекрытия между первым и вторым этажом так как я вам обещал рассказать про стены как они делаются как что нужно контролировать я вижу что на данном этапе я вам не смогу это сделать потому что уже закрыли то что я хочу вам рассказать и показать поэтому я вам про стены расскажу на втором этаже вот ребята сейчас начнут делать стены второго этажа я вам расскажу про особенности установки стены на что вам как заказчику нужно обратить внимание так что про стены будет наверно в следующем сюжете потому что скорость возведения большая быстрая стены второго этажа буквально начнутся завтра послезавтра делаться я приеду специально сниму этот процесс и вам покажу прошлый сюжет закончился тем что я обещал вам рассказать про дома комплект что в нем должно быть и как он должен выглядеть это очень важно почему потому что если вы уже приценивались к сип домам до независимо от того из гринборда они сделаны или или из осп кстати сразу скажу про цену стоит что из осп что из гринборда дома примерно одинаково детальную смету я вам покажу в следующем сюжете в этом сюжете умею нету сейчас нету поэтому не буду вам ее показывать но на словах я вам скажу что дом сделанный из осп и из гринборда да вот эта обкладка гринборд они стоят примерно одинаковый и так домокомплект значит многие производители сип домов обманывают можно так сказать обманывают на домокомплекте потому что если из этого дома комплекта кое-что убрать соответственно станет дешевле соответственно на сайте можно вам дать цену дешевле завлечь так сказать к своей компании они какой-то другой вот смотрите что должно быть в комплекте во первых должен быть в любом в любом сип доме независимо от сип панели должен быть соединительный брус он выглядит он должен иметь размер 90 а вот это расстояние зависит от размера сип панели то есть либо там 147 до 150 строганая либо 197 вот но вот это вот этот размер должен быть 90 потому что это соединение двух сип панелей вот он обязательно пропиливается потому что для такой толщины дерево может гулять дерево не гуляет только когда она тоненьким брусочком да именно из таких тоненьких брусочков делают кстати клееные балки вот обратите внимание что клееная балка где-нибудь есть уже все закрыли от дождя вот видите клееная балка почему клееный брус клееные балки они все состоят из вот таких вот тоненьких брусочков видите тоненькие брусочки вот они склеены и потому что вот такой материал можно хорошо качественно просушить его не будет вести то есть напряжение в деревяшке там снимется и еще какие-то другие там процессы произойдут общем она будет стабильная вот в такой толщине это где-то сантиметра 4 а вот такой толщине до 9 сантиметров она может гулять поэтому чтобы снять напряжение в этой деревяшки делаются вот такие пропилы вдоль всего бруса вот этим брусом соединяются сип панели и в полах и в стенах 2 сип панели соединяются таким брусом то есть он обязательно должен быть сип панели 50 тоненькой дощечкой не собираются далее у нас здесь наверное на строк на веранду или на стропильную систему есть полтинник вот вот этим полтинником плохие сип компании бракоделы и обманщики соединяют свои сип панели хорошие компании из них делают только крыши там и какие-то другие элементы вот поэтому это скорее всего для веранды или для стропилки скорее всего для крыши вот эти материалы лежат я пока точно не знаю но уверен что точно из них не будет делать стены стены будет и полы делаться только вот из 90 бруса вот смотрите если какая-то сип компания вместо 90 бруса вам предложит полтинник видите деревяшки уже понадобится 90 или 50 в два раза меньше и уже можно дать скидку на пиломатериал два раза меньше обманув вас на доске вот будьте внимательны значит 90 брус у нас есть полтинник у нас для стропилки есть что у нас здесь есть еще у нас здесь есть смотрите напиленные всякие треугольные деревянные элементы вот они видите это используется для либо когда у нас угол вот деревяшка угол соединяется не 90 градусов от под каким-то другим углом типа эркера и так далее там используется вот такой брус либо для крыши когда у нас там дверь 22 скота сходятся и нужно их соединить деревяшкой вот такого брусом вот такой вот такой геометрии мы здесь на этом доме посмотрим что будет соединяться вот таким брусом но такой брус на месте фиг выпилишь поэтому а он нужен в конструкции соответственно он изготавливается на производстве вместе с сип панелями то есть мы видим что эти элементы они сделаны из нескольких так вот доска и какой-то вот этот элемент да он отпилен а это все как-то это на гвозди сбита вот то есть это такие сборные сборные деревянные конструкции сбиты и мы здесь видим что-то типа монтажной пены склеены то есть они склеены избиты посмотрим где они будут применяться вот они здесь есть если какая-то сип компания решила сэкономить она может эти элементы вообще убрать и предложить вам крышу какую-то сложную или эркер да когда стена у нас такая многогранная или эркер сделать не из вот таких элементов а из досок которые мы видели вот там что существенно сэкономит на бюджете то есть это это делать не надо куча деревяшки не нужно просто доски купил на базе и все и сделал вот когда это будет делаться обращу ваше внимание покажу что действительно это нужно и вот это удешевление что можно все сделать из каких-то досок не совсем правильно мы здесь видим доски сыр и вот они возможно они для стропил для лесов еще для чего-то потом мы здесь видим клееные балки вот они все защищены от дождя видать они из производства такие приходят вот у нас строитель здесь скажи пожалуйста а вот эти доски сыр и они на леса вот на леса видите сразу леса приехали с домокомплектом вот вот эти вот вот у нас здесь есть клееные балки мы тоже посмотрим куда они будут применяться и вот на фасаде я здесь уже вижу одно место видите у нас есть большой пролет и здесь мы видим клееную балку которая держит верхнее перекрытие хотя в дешевом у дешевой компании мы бы увидели бы здесь просто брус деревянный применять его нельзя потому что его будет коробить он будет менять свою геометрию и трещать из-за этого верхнее перекрытие тоже будет иметь либо провиснет прогнется либо будет иметь вот криволинейную опирание поэтому обязательно здесь вот в этот элемент должен быть клеены клеены сухой брус вот здесь мы уже видим первый элемент из клееных элементов кстати клееные балки в дешевых сип домах фактически полностью отсутствует потому что это очень дорогой элемент и если в вашем доме есть клееные балки ценой вас уже они не удивят а это уже это уже не те правила игры по которым играют плохие сип компании сами сип панели мы видим сип панели ребята разложили так чтобы их удобно было искать на каждой сип панели и мы им видим номер номер этот указан в проекте и по номеру мы можем определить в каком месте какую сип панель нам нужно прикрутить был такой комментарий что green board он хрупкий да действительно в нем есть вот этот он так как это цемент с деревяшкой естественно он не такой гибкий эластичный как дерево да как у сп сп плита это деревяшка с клеем и она гибкая да здесь же если так сказать ударить то она просто отколется потому что это цемент бетон деревяшкой и при неаккуратном обращении с панелем если мы когда вот при разгрузке при загрузке при монтаже их кидаем таскаем то скалываются углы вот эти уголки скалываются возможно даже где-то панель может вот здесь лопнуть вот здесь она хотя тоже может лопнуть хотя там пенополистирол и он как-то удар сгасит но возможно если очень сильно ударит то будет трещина лопнет просто эта панель верхняя обкладка плохо это или хорошо ну хорошего ничего нет но плохого тоже не сильно сильно панель не пострадает потому что сама вот эта панель она не несет какой-то нагрузки вот если вдруг по неосторожности она как бы вот лопается до завод может ее заменить но я не вижу большой причины ее менять потому что она везде проклеена если будет локально какая-то трещина но это никак не скажется что она там отвалится не отвалится что вся вот это вот плита она сплошняком приклеена к пенополистиролу а пенополистирол у нас гостовский плотный да не рыхлое какое-то дешевое говно поэтому все будет прекрасно держаться даже если будет трещина посередине если углы сколоты да в них вообще особо какого-то большого короче не доска будет здесь брус соединяться по всей поверхности и один сколотый уголок ну он просто скажется на внешности ничего страшного в этом нету но как бы строители монтажники которые знают которые опытные знают эту особенность гринборда они с панелями при разгрузке при монтаже аккуратно работают и этого нету поэтому тот строитель который писал в комментариях что у них эти панели лопаются углы скалываются они просто неаккуратно работают и естественно у них эти проблемы с трещинами есть так ребята смонтировали половину террасы вот они уже накидали здесь балки вот сюда наверное вот эта доска полтинник и идет все про антисептированное чтобы долго служила и мы видим куда пошли первые клееные элементы смотрите то есть так у нас вот в комнате здесь есть такое вот пространство открытое помните меня там спрашивали когда строители начнут вместо дырка говорить отверстие у нас любительской бытовой хара бытовой развлекательный канал поэтому мы называем так как будет смешнее и отверстие у нас всегда будут дырками короче в отверстие которое показывал в прошлом прошлой серии видите куда были вотнуты столбы вот с такими массивными декоративными упорами потому что с точки зрения конструктива мне кажется это перебор но с точки зрения как бы эстетики это симпатично пропал и значит полы достаточно жесткие здесь я напомню вам да почти через 60 стоит брус 90 до плюс сам сама панель гринборда обладает большой жесткостью и полы здесь вот кто-то писал там батутные деревянные нифига подобного они нечто среднее между бетонным и деревянным полом очень жесткие вот вы слышите мой топот да потому что я все-таки как бы по деревяшки хожу но какой-то вибрации в этом абсолютно никакой нет так что здесь можно сделать стяжку но это нужно сказать проектировщиком чтобы они проверили выдержит ли массу стяжки деревянный пол потому что на все-таки здесь пол деревянный и он конечно не проломится подвесом стяжки он может прогнуться и стяжка треснет потому что по нагрузкам деревяшка подбирается таким образом да вот эти балки они подбираются под нагрузку таким образом что она все-таки прогибается то есть она не подбирается так чтобы она была прям прям как струна монолитная под под любой нагрузкой нет что она под максимальными нагрузками под которые она подбирается она безопасно прогибается я сейчас не могу назвать цифру но это точно приличная цифра при которой бетонные полы треснут стяжка треснет поэтому если вы делаете на деревянные полы стяжку а у нас здесь как раз таки деревянные полы проектировщики должны посчитать какой здесь будет прогиб под нагрузкой стяжки чтобы этот прогиб он никак не повлияет и не будет заметен людям которые будут на деревянном полу жить но он будет заметен стяжки она может треснуть да хотел обратить ваше внимание вот видите наружная стена сип внутренние стены каркасный почему потому что в каркасных стенах можно спрятать электрику можно сделать эффективную звукоизоляцию наружные стены должны обеспечивать тепло перейду к вопросу про гвозди если мы обратим внимание как здесь фиксировались панели то мы увидим здесь шляпки гвоздей видите да действительно бьют на гвозди на пистолетом и стены вот она и стена на гвоздях и полы тут все собирается фактически на гвозди каких-то сюжетах вы видели что сип дом я показывал что он собирается на саморезы и действительно большой какой-то гигантской разницы между сборкой на гвозди на саморезы нету но как бы правильнее считается на гвозди в америке собирают в основном на гвозди но по своему опыту знаю были ошибки у строителей мы собирались и сип дома были небольшие ошибки нужно было просто переделать разобрать несколько панелей или что-то там разобрать сместить и с гвоздями сделать это гораздо сложнее шурупы выкрутил и все а гвозди фиг вы ковыришь и пока ковыряли гвозди испортили сип панель если сделать все сразу с первого раза сделать разметку соединить все на сухую проверить потом уже как бы все собрать на гвозди все хорошо плюс нужно набить руку потому что когда ты бьешь пистолетом гвоздевым бывает что от удара ты смещаешь немножко сип панель и просто она не жестко встает не жестко фиксируется при забивании ты немножко смещаешь сип панели у тебя соответственно может что-то пойти не так поэтому когда идет монтаж на гвозди нужно во первых чтобы это уже была набита рука у строителей короче заказчику нужно тщательно изначально тщательно посмотреть на своих строителей когда они будут собирать на гвозди если у них это хорошо получается можно немножко контроль по уменьшить если нет послать таких строителей нафиг что у нас дальше значит про пенополистирол коротко в двух словах почему он должен быть плотный почему он должен быть гостовский почему и про пожар тоже про пожар скажу смотрите так как пенополистирол по фактически он стене работает как утеплитель он какой-то нагрузки не несет зачем он должен быть прямо гостовский ппс не ниже чем ппс 12 то есть это достаточно большая плотность даты шарики у нас плотные они не крошатся очень хорошо видите склеены скреплены менее плотные трения качественный утеплитель пенополистирол он прям крошится и шарики видны да он примут пустота так во первых чем лучше шарики склеены объясняя бытовым простым языком чем они лучше склеены тем меньше вероятность что когда они намокнут вода проникнет куда-то глубоко чем плотнее не склеены если между ними прям видно что вот прям круглые шарики примут они еле-еле с друг с другом соединяются соответственно они очень просто намокнут напитают воду и если она то конечно попадет и фиг она оттуда когда-нибудь высохнет поэтому нам важно чтобы это было максимально плотно плюс когда мы скажем имеем дело с полами и с перекрытиями видите у нас перекрытие тоже здесь сделан из сип панелей нам очень важно чтобы пенополистирол был достаточно плотный чтобы он понятно что у нас вот здесь вот балки но здесь то балок нету чтобы он у нас не прогибался если он будет мягкий то если гринборд будет или усп прогибаться хотя бы чуть-чуть да то он будет прогибаться в мягкий пенополистирол это не очень хорошо нам нужно чтобы вот это все хозяйство было какой-то единой несущей способностью до чтобы она не было что здесь мягкая здесь твердо здесь балка поэтому держит здесь балки нет потому поэтому мягко как это случается с деревянными полами когда с тонкой доской по балкам вот они балки до тонкой доской застелили и где вот на стоим на балке хорошо а где стоим между балок доска гуляет чтобы здесь такого не было у нас плит плита сама плита идет толщиной 12 миллиметров вот не девятка до бракоделы сипщики делают из тоненькой девяточки нет идет из 12 плюс у нас идет пенополистирол плотностью и марки pps 12 не ниже вот поэтому исходя из этих вещей здесь этот пенополистирол идет все остальные пенополистирол и они имеют немножко другую плотность не гостовский пенополистирол фиг знает как сделан дачи как он склеен из какого сырья вот поэтому мы их даже не рассматривая говорили про долговечность значит пенополистирол действительно на солнце для него ультрафиолет можно сказать губителем да мы видим даже вот пена монтажная которая из которой делают окна даже пенят окна на солнце она разрушается точно так же и пенополистирол на него солнечный свет ультрафиолет воздействует негативно конечно он часто стоит на открытом воздухе он сейчас прям за три секунды не пожелтеет и не разрушится но если он годик поваляется он конечно пожелтеет и начнет поверхностно разрушаться вот но пенополистирол находится у нас в закрытом состоянии вот смотрите видите стена и вот она щель соединение двух панелей сип панели плюс здесь 90 брус вот то есть у нас пенополистирол находится где-то вот здесь вот вот этого соединения вот здесь каким образом туда попадет не знаю там вода ну вода ладно там как-то течь может и так далее но как туда попадет солнце и поэтому производители пенополистирола для вот таких вот конструкций когда пенополистирол находится в земле а его используют для фундаментов например плиты у шипе делаются из пенополистирола для стен когда он за находится в закрытом состоянии от солнца провели испытания испытания конечно смоделированные но они реально не надо раздобыть эти видосами сказали что они есть короче есть бумажка есть испытания что минимум сто лет то есть получили результат сто лет испытания за как бы выключили закончили но если продолжить дальше и выяснить максимальный срок службы пенополистирола в закрытом состоянии я не удивлюсь что это будет сотни лет поэтому кто говорит что это служит там пять десять двадцать лет или 30 они не знают о чем они говорят возможно если пенополистирол просто белыми кусками будет лежать на траве в таком состоянии он может быть 20 лет и прослужит но в закрытом контуре до в закрытом состоянии в стене внутри у нас есть испытание документы гарантия производителя минимум минимум сто лет вот так что не надо опасаться что у вас в полах стенах нужно будет менять утеплитель через 20 лет кстати вату нужно менять пенополистирол как утеплитель очень крутая штука с точки зрения пожара вот смотрите вот у нас стена вот у нас перекрытие и вот у нас полы сделанные из сип панелей сюда у нас добавится внутренняя отделка там гипсокартон обои либо гипсокартон штукатурка здесь добавится у нас подстилка либо теплые полы со стяжкой либо ламинат на потолок добавится не знаю возможно гипсокартон и обои да кто какой возможно натяжные потолки и вот например у вас в этом всем хозяйстве горит диван ну по какой-то причине не знаю вы на диване разожгли костер то есть почему-то у вас внутри дома во первых должен появиться огонь и этот огонь должен прожечь ламинат должен прожечь гипсокартон штукатурку наверху если у вас конечно натяжные потолки то он возможно их прожгет хотя все зависит от материала натяжных потолков потом он должен прожечь прогореть должен вот этот слой 12 миллиметров бетона с деревяшкой не горючего материала каким-то образом прожить и потом уже начнет плавится он не горит плавится пенополистирол и когда начнет плавится пенополистирол через вот эту вот прогоревшую каким-то чудом дырку проникнет газ которого все боятся и все в доме умрут то что здесь уже будет полыхать пламя нереального размера которая прожгет вот эти все слои до пенополистирола не к никого не волнует но почему-то вот все задачи на какие как люди выживут когда начнет гореть пенополистирол вот в стене я надеюсь что я ответил на ваш вопрос по поводу безопасности чтобы загорелся пенополистирол я не знаю что должно случиться так про гвозди рассказал про пожар рассказал про гринборд рассказал если что-то забыл напишите вопрос в комментарии про цену сказал что это все примерно одинаково стоит и не стоит по поводу этого переживать смотрите цены среди сип-компаний отличаются манипуляции с домокомплектом и все если вы возьмете смету то есть перечень материалов которые должны быть в сип-доме от компании вилл изи хаус которая здесь строит и эту смету покажете какой-то другой компании которая до этого вам давала дешевый ценник на дом скажете я хочу чтобы эти все материалы были в вашем доме то я уверен что другая компания вам даст цену выше чем вилл изи потому что у вилл изи самая низкая цена на дом то есть работы плюс материалы на сип-рынки все остальные возможно кого-то не знаю но по моему опыту то что я снимаю ролики уже много лет про сип вижу что в основном манипуляция с ценой происходит за счет манипуляции с домокомплектом меньше досок меньше саморезов меньше нету клееных балок вообще нету сип-панели не нарезаны то есть они когда нанимают гастарбайтеров собирать сип-дом они их заставляют на вашем участке резать сип-панели чтобы пенопласт пенополистирол разлетелся по всей округе чтобы вас просто проклили все соседи вот все то есть на заводе они не пилят операции нету домокомплект дешевле гастарбайтеры чтобы взять работу согласятся панели пилить на месте либо доски пилить на месте в общем все манипуляции с ценой это все это манипуляции с домокомплектом извините что ролик получился такой длинный но я надеюсь что те из вас то выбирает сип-дом или вообще выбирает из чего построить дом мои слова оказались полезные и и сэкономят кучу денег вы их не потеряете с какими-нибудь дебилами бракоделами и мошенниками которые завлекают вас к себе ценой обещая за это давая вам за это неправильно построенный дом с вами был ошкарев андрей проект все по уму настройки задавайте свои вопросы в комментариях подробно как все собирается и делается я обязательно на этом объекте сниму как только вот приеду сюда в рабочее время да и в следующем сюжете буду вам показывать про стены стены это очень важно чтобы у вас не обманывали и все делали вам правильно покажу вам как они правильно собираются и на что вам как заказчику нужно обращать внимание пока друзья и и Продолжение следует...